Здравствуйте! В студии Алексей Ерофеев. В эфире итоговая программа «Такой день». Это больше чем новости, это прямой эфир, в течение которого мы представим вам картину дня и познакомимся с гостем программы. Сегодня в честь Всероссийского профессионального праздника воспитателей и всех работников дошкольного образования к нам придет Алла Сабанова. Она руководит не просто детским садом, а сетью центров развития ребенка нового поколения. Подробнее во второй части программы, а пока к новостям. Эти коллективы попадут на областную доску почета 2019 года. Чем заслужили они такую награду? Для комфорта медиков и пациентов 11 ФАПов Старооскольского округа будут оборудованы современными кондиционерами. Заложили аллеи в честь дня рождения. Чем еще отметили 142-ю годовщину в Белгородском госуниверситете? Узнал сам? Расскажи сверстнику через социальные сети. Инспекторы ГИБДД привлекают к пропаганде безопасности дорожного движения подростков, а помогут им в этом белгородские журналисты. Он не делит подростков на трудных и успешных, а помогает каждому найти свой путь в жизни. Николай Толмачев из Валуйского района стал лучшим наставником области. Арт-терапия, уроки английского, чтение по слогам для самых маленьких. На что еще делают ставку в частном детском саду Гудвин? Начнем выпуск с федеральных новостей. Сегодня Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении законопроект об изменении пенсионного законодательства. Документ устанавливает увеличение пенсионного возраста на 5 лет с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Определено право на досрочный выход на пенсию для мужчин со стажем. В 42 года женщины должны будут отработать не менее 37 лет. Помимо того, предоставляется право досрочно выходить на пенсию многодетным матерям в зависимости от количества рожденных детей. Сохраняются и действующие нормы для получения накопительной пенсии. Она будет выплачиваться женщинам с 55 лет и мужчинам с 60. Сегодня же Государственная Дума приняла закон о дополнительном выходном для диспансеризации. Документ был принят в третьем окончательном чтении. Он предоставляет россиянам один дополнительный выходной день в год для прохождения комплексного медицинского обследования, а пенсионерам и людям предпенсионного возраста – два выходных дня. А сейчас к новостям региона. Слово моим коллегам. Сегодня стали известны первые коллективы, которые попадут на областную аллею трудовой славы в 2019 году. Это 10 победителей регионального этапа федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Его итоги подвели в Белгороде. В конкурсе приняло участие около 60 организаций в числе победителей и призеров – школы, детские сады, санатории, учреждения культуры, крупнейшие предприятия региона. Лучших определяли в 10 номинациях. Это те организации, бюджетные и производственные сфер, которые демонстрируют активную внутрикорпоративную политику, заботятся об улучшении условий труда сотрудников, уделяют больше внимания их оздоровлению, снижению травматизма на производстве, участвуют в благотворительных проектах и помогают муниципалитетам. На областную аллею славы будет занесён и коллектив 4-й Алексеевской школы. Они лучшие в номинации за развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы. Ведём тщательный подбор кадров. И, в общем-то, можем похвастаться, что молодые педагоги, которые к нам приходят, они обладают очень большим творческим потенциалом. Если приводить пример, то из буквально пару лет уже наши педагоги молодые выходят в областной финал конкурса «Педагогический дебют». В Красненском районе состоялось межмуниципальное совещание по вопросам охраны труда. Проект рассчитан на год. В итоге все предприятия региона должны выйти на принципиально новый уровень системы охраны труда. Его цель – нулевой травматизм. Совещанию предшествовала работа выездных комиссий на крупные и средние предприятия трёх районов, участников этой встречи. В ходе выявленных нарушений проводятся разъяснительные работы с работодателями по устранению выявленных нарушений. И по результатам проведённых обследований проводятся кустовые совещания. Сейчас цель наша – донести работодателям то, что это необходимо устранить, чтобы в дальнейшем не было последствий таких, как роста травматизма. Люди – главный ресурс и главная ценность на предприятии. А внимание охране труда со стороны именно работодателя напрямую связано с экономической эффективностью. В рамках проекта «Управление здоровьем» на территории Староскольского округа 11 фельдшерско-акушерских пунктов будут дооборудованы системой кондиционирования благодаря фонду «Поколение» Андрея Скотча. Подробности у Анастасии Яковниковой. С ноября прошлого года Песчанский ФАП стал врачебной амбулаторией, которая обслуживает более трёх тысяч пациентов. И каждого из них знает фельдшер Наталья Грушевская. За 28 лет работы, хоть ночью разбуди, назовёт группу здоровья любого из своих подопечных. Сегодня на приёме Лариса Черникова. У неё гипертония, повышено давление. В таком состоянии сложно находиться в душном помещении. А установленный в 2016 году модуль не имеет кондиционеров. За решение проблемы взялся фонд «Поколение» Андрея Скотча. Здесь будет установлена сплит-система. Ну, приходишь, сидят люди. Приходится, допустим, какое-то время немножко посидеть. И в прохладе это будет очень хорошо жителям. Врачам нашим хорошо будет работать. Ну, я думаю, что это вообще хорошая вещь. Модулей, нуждающихся в кондиционере, на территории Староскольского округа 11. Все они установлены фондом «Поколение» в самом начале реализации проекта «Управление здоровьем». Тогда в ФАПах по стандарту он просто не предусматривался. Но жители и работники жаловались. Летом жарко, зимой прохладно, несмотря на отопление. В фонд обратилась администрация Старого Оскола. И новая сплит-система не заставила себя долго ждать. Современная модель с возможностью поддержания температуры в заданном диапазоне. Минимум потребления электроэнергии – низкий уровень шума. Морозоустойчив и прост в управлении. Этим проектом мы еще раз подчеркиваем, что в здравоохранении все постоянно совершенствуется, дополняется. Но даже то, что мы с вами сейчас находимся, кто-то что-то сейчас изобрел. И со временем это тоже появится у нас в нашей системе работы. Этап реорганизации медицины в округе на финишной прямой. Из 40 лечебных учреждений Староскольских сел 22 модульных. Остальные не требуют замены. Анастасия Иконникова, Сергей Кириченко. Такой день на мире Белогорья. Заложили аллею волонтеров и аллею участников жученковских чтений. Наградили медалями «Достойному» и премиями имени Страхова и Погорелова. Белгородский национальный исследовательский университет отмечает 142 годовщину. Наш корреспондент Екатерина Ковалева узнала не только о том, как проходит празднование, но и какое место вуз занимает в мировых рейтингах. Ежегодно добровольцы Белгородского университета проводят около 200 акций. Среди них и высадка аллей не только в честь памятных дат, но и просто для озеленения городской среды. На сей раз волонтеры высаживают кустарник «Тамарикс» в ботаническом саду. Зацветет розовыми цветами. Но из Кохоркиной у нас уже есть аллея первокурсников. К 100-летию комсомола мы высадим еще 100 деревьев. А в Серенгаре – аллея участников жученковских чтений. У каждого свой именной саженец. Академики и члены-корреспонденты РАН, доктора наук, руководители научно-исследовательских институтов – впервые в регионе. С БелГУ уже есть совместные планы на будущее. Речь идет о средоулучшающих технологиях. Кислорода в урожайных сортах, например. Мы не задумывались раньше, а сегодня это актуально. О сортах, которые поглощают, допустим, вредные химические вещества. Ежегодно Белгородский вуз занимает высокие позиции среди университетов не только России. Но в рейтинг лучших вузов мира Times Higher Education 2019 вошел впервые. Вуз вошел в число тысячи лучших университетов мира, по мнению английской компании Times Higher Education. Мы там занимаем 800-ю позицию плюс, 800 плюс. БелГУ на 15-м месте среди российских представителей высшей школы. На 14-м – Московский государственный технический университет имени Баумана. Также Белгородский вуз уже традиционно вошел в топ-100 лучших университетов мира. По версии шанхайского предметного рейтинга – металлургия. Помогают развивать отрасль ученые университета. Например, Сергей Жеребцов в течение нескольких лет с коллегами разрабатывал метод изменения структуры титана для увеличения прочности. Один из тех материалов, которые не отторгаются организмом человека, разработали метод получения ультрамелкозернистой структуры в массивных заготовках из титановых сплавов, для того, чтобы в дальнейшем их можно было использовать в промышленности, не только в медицине, но и в авиации, и в судостроении. На сцену выходят и лучшие выпускники вуза. За их спиной не только учеба на отлично, но и научные публикации и практика в России и за рубежом. Победы во всероссийских и международных конкурсах. Среди участников Наталья Яковенко, лауреат Российской национальной премии «Студент года-2016», сегодня получает медаль достойному. Очень приятно, значит, ты делал это все не зря. Значит, есть ребята, которые, возможно, последуют твоему примеру и будут продолжать вести активную деятельность. Екатерина Ковалева, Валерий Ларьков. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Сейчас прогноз погоды и блок полезной информации, после чего мы перейдем к теме дня. Напомню, сегодня день работников дошкольного образования, и мы ждем в студии Аллу Сабанову, руководителя региональной сети детских садов нового поколения «Гудвин». А кроме того, вы увидите. Узнал сам? Расскажи сверстнику через социальные сети. Инспекторы ГИБДД привлекают к пропаганде безопасности дорожного движения подростков, а помогут им в этом белгородские журналисты. Он не делит подростков на трудных и успешных, а помогает каждому найти свой путь в жизни. Николай Толмачев из Валуйского района стал лучшим наставником области. Арт-терапия, уроки английского, чтение по слогам для самых маленьких. На что еще делают ставку в частном детском саду «Гудвин»?